Латышские народные легенды гласят, что в болото превращаются проклятые озера. На самом деле, болото – это уникальное богатство нашей природы, которое необходимо беречь. Сейчас проводятся соответствующие исследования болот, наблюдения за растениями и животными, биотопами и гидрологическим режимом. Самый крупный комплекс высоких болот в Курземе находится в Стыклы. Это особо охраняемая природная территория. Это очень типичные высокие болота, потому что здесь топи, кочки чередуются с лужами. И здесь очень характерная вегетация для высоких болот – россианка, пушица. Здесь растут клюква, богульник, мороженое и много других растений. В других местах Латвии встречаются переходные и травяные болота, для которых характерны такие растения, как осока, трава и даже орхидеи. В рамках проекта, название которого – «Восстановление биотопа высоких болот», планируется начать работы на болоте Васькрауклы, на Черном озере, на болотах Аклая и Рожу. Чтобы предотвратить осушающее влияние гравия, на территории Европы в этих целях используют метод строительства торфяных дамб, повышая таким образом уровень воды в болоте. В Курземе, на Васеникском болоте, такие работы уже проведены. Сейчас мы находимся на болоте Васенику, который является ярким примером тому, как работает эта система. Я участвовала в предыдущем проекте. Мы построили эти дамбы, и мы видим, как происходит возобновление болота, как сохраняется вода. Этот метод очень эффективен. За последние годы на болоте Васенику сделано немало. Пролужены мостки для прогулок туристов. Я очень доволен этой работой. Ни один человек с болота равнодушным не уйдет и обязательно захочет вернуться. Задача проекта не только исследование восстановления природы. Задача и в том, чтобы побудить общество, каждого человека бережно относиться к природе. Этого можно достичь, просвещая народ, рассказывая о болотах, об экосистеме болот, об их особенностях. Для этих целей создана выставка «Тайный болот». Ее можно посмотреть в Венспольской главной библиотеке. Добро пожаловать всем на эту прекрасную выставку о болотах. Посмотрев эти фотографии, вы узнаете много нового о растительном и животном в мирах болот. А на фоне звучат великолепные звуки болот. Венспольская библиотека давно не является только хранилищем книг. Давно уже прошло то время, когда библиотека предоставляла традиционные услуги. Мы тесно сотрудничаем с Международным домом писателей-переводчиков, с Венспольским музеем, с дигитальным центром, с национальной библиотекой, участвуем в различных конкурсах. Фотовыставку «Тайный болот» можно посетить до конца июля. Фотовыставка «Тайный болот» Фотов «Тайный болот» Продолжение следует...